Декабрь традиционно время подведения итогов. Вот и Общественный совет Тобольских предприятий Сибура проанализировал деятельность за год уходящий. Тем более, что это последнее заседание текущего созыва. В следующем году предстоит обновление. Финальное заседание прошло в формате клуба, со свободным микрофоном и без масок, ведь каждый из собравшихся накануне сдал тест на коронавирус. Все Тобольские предприятия Сибура объединились под общим брендом «Запсипнефтехим». И это вызвало определенные опасения о кадровых сокращениях, особенно на фоне пандемийной удаленки и дальнейшей цифровизации всей экономики. У нас точно совершенно нет каких-то задач сокращать табляков. Мы наоборот хотим, чтобы табляки представителей Тюменской области были основой наших предприятий. Потому что элементарный экономический расчет даже это показывает. На релокацию сотрудника извне мы тратим деньги на проживание, на переезды, на придумывание, где работать членам семьи и так далее. С одной стороны, оптимизируем процессы, что обязательно приводит к высвобождению численности. С другой стороны, запускаем новые проекты, которые все равно по-прежнему требуют численности. «Запсипнефтехим» к концу 2020 года вышел на проектную мощность. Освоен выпуск 34 марок полиэтилена и полипропилена. Это позволило вывести нашу страну в топ-10 мировых производителей данной продукции. Участники дискуссии отметили также успешную политику компаний в области охраны окружающей среды. На нефтехимических производствах компаний используется современное пылегазоулавливающее оборудование и действует замкнутая система водоснабжения без образования сточных вод. При этом компания не забывает и о социальных инвестициях. Программа «Табольс-2020» подошла к завершению. Она включает более 40 объектов социальной сферы, многие из которых уже построены или реконструированы. Но работа по взаимодействию города и предприятия будет продолжена. В 2021 году начнется строительство центра гимнастики и спортивно-оздоровительного комплекса в 7-м амикрорайоне. «А сколько за каждой дверью, за каждой лестницей и светильником находится обсуждение. И это обсуждение неравнодушных людей, компаний Сибуры, администрации, для того, чтобы создать должного уровня инфраструктуру на долгие-долгие годы». Инициативы, высказываемые участниками совета в ходе заседания, нередко получают воплощение. Таким предложением стал музей Менделеева в Верхних Римзянах. Теперь прозвучала новая идея – создать музей Табольской авиации. «Допустим, чтобы был самолет, куда можно было бы сесть в ходе экскурсии, посмотреть, может быть, в интерактивном каком-то плане портреты тех, кто начинал когда-то этот аэропорт, строил, летчиков, которые летали на этих самолетах совсем старого какого-то образца». Здесь же могут найти отражение и семейные династии. Ведь внуки тех, кто когда-то закладывал основы местной авиации, вполне могут прилететь уже на современный Табольский аэропорт. Строительство воздушной гавани будет полностью завершено в новом 2021 году. Анастасия Терехова, Рустам Рузеев, Тобольское время.